В Бобруйской школе-интернате появилось умное зеркало. Речь не о сказочном устройстве, а о гаджете. Его используют для коррекционной работы с детьми, у которых проблемы в речевом, когнитивном и эмоциональном развитии. Зеркало не дешевое. Эта покупка – один из результатов областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца». В его рамках неравнодушные люди собирают средства для больных детей, сирот и многодетных семей. Дети с нарушениями слуха из Бобруйской школы-интерната – герои марафона. Для них очень важна социализация и восприятие речи. Помогают занятия со специалистами. Вика, понравилось занятие? Да. Специалистам, логопедам, дефектологам, тифлопедагогам в занятиях помогает игра и разнообразный дидактический материал. Доказано – эффективность уроков зависит от вовлеченности учеников, поэтому в школе-интернате давно хотели приобрести умное зеркало. Это более яркая подача материала. Плюс ребята слабослышащие, они имеют возможность еще услышать все, что им предлагается, весь речевой материал. И, конечно, это все красочно, движется. И настолько оно разнообразно, что просто на самом деле сам иногда не имеешь возможности так подготовиться к занятию, как предложен тут вот именно этот вариант. Это совсем другой интерес, совсем другой стимул, другая активность в плане получения знаний. У ребят интерес действительно, он проявляется больше и больше ответственность в том плане, что раз мы получаем вот на таком интересном новом оборудовании, соответственно, мы хотим дальше идти развиваться и чего-то достигать еще большего. Одним из основных направлений инклюзивного образования в современном обществе остается возможность совместной деятельности. Например, детей с нарушениями слуха, со своими сверстниками, которые слышат. А использование современных технологий в разы повышает эффективность коррекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...